Сегодня мы завершим курс темой праздники. Если у нас останется время, то мы сделаем обзор важных разделов, необходимых для экзамена. Откройте 23 главу книги Левит. Это начало нашей темы праздники. Первые стихи 23 главы книги Левит. Это определенное время, которое на иврите звучит как «боадим». Определенное Богом время для собрания людей вместе. И, собираясь вместе, они должны были провозгрушать через праздники о силе Бога, Его благости на протяжении всей истории еврейского народа. Первый праздник, о котором есть упоминание, это Шаббат. Шаббат каждую неделю. Остальные праздники также названы Шаббатом, поскольку они созданы по образцу еженедельного Шаббата. По мере изучения праздников, мы рассмотрим их библейское значение, как их отмечают в наши дни в соответствии с еврейской традицией. Также мы рассмотрим, как в Ешуа исполнились эти праздники, как в прошлом, во время Его первого пришествия, так и в будущем, во время Его возвращения. Мы уже немного говорили о Шаббате, и знаем, что Шаббат — это знамение Завета между Богом и Израилем. Мы также знаем, что у Шаббата есть универсальное применение, и что, как евреи празднуют Шаббат каждую неделю, то это является свидетельством Божьей верности, напоминанием о творении. Поэтому в Шаббате заключен исторический аспект — взгляд в прошлое. напоминание о Божественном избавлении Израиля из Египта. Когда мы были рабами в Египте, то не могли соблюдать Шаббат. Празднование или соблюдение Шаббата — это напоминание о свободе. Мы можем отдыхать один раз в неделю. В будущем будет Шаббат, который некоторые называют Миллениум, потому что раввины верят, что седьмое тысячелетие будет похоже на Шаббат. Так же мы знаем из книги Бытие, когда Бог отдыхал в седьмой день, то Он не планировал работать на следующий день, но Он вошел в Свой отдых и к Нему должен был присоединиться Адам, войти в покой, гармонию, общение и совершенство. После грехопадения Адама общение было прервано, но Бог по милости оставил Шаббат один день в неделю как привкус того, что было утеряно, и того, что будет восстановлено в будущем, когда Мессия возвратится. Мы снова окажемся в этом состоянии совершенства и останемся в вечном отдыхе с Богом. Каким образом отмечают Шаббат? Мы уже об этом немного говорили. Мы говорили о зажигании свечей в пятницу вечером. В еврейском календаре новый день начинается с закатом солнца. вечером в пятницу, начало Шаббата. Мы всегда стараемся сделать Шаббат особенным. Эрев Шаббат означает вечер пятницы. Когда мы готовим ужин, и часто приглашаем гостей в наш дом. В пятницу жены убирают в доме и готовятся к Шаббату. И когда все готово, свечи зажжены. Женщины зажигают свечи. Произносят благословение. Пьют вино и едят хлеб, халу. И все вместе это называется кедуш. Происхождение слова кедуш от слова кадош, что означает «цвятой» или «освящать». Значение этого шаббат отделяет или освящает остальную часть недели. Мы знаем, что после разрушения храма больше не было жертвоприношений. Мы говорили об этом. Поэтому раввины говорят следующее. Что стол в доме стал жертвенником. На столе находятся напоминания о том, что было в храме. Свечи символизируют минору, которая находилась в храме. Вино напоминает о жертвоприношениях. Особенный хлеб, халла, напоминание хлебов предложения в храме. Почти все в иудаизме несет в себе более одного значения. Поэтому халла также напоминает о манне, которую Бог дал народу Израиля. Часто мы используем две булки. Как напоминание двойной порции маны, которую необходимо было собрать в пятницу, а не в субботу. Поэтому над каждым из этих элементов есть особые благословения. Как я уже сказал, женщина зажигает свечи. И для нас, как верующих, в зажигании свечах мы видим картину Ишуа, который был светом миру. И женщина родила свет миру. Поэтому в традиции еврейской жизни мы, как верующие, вносим реальность Нового Завета. Ишуа — это свет миру. Халла, хлеб — напоминание о том, что Ишуа — это хлеб жизни. И вино всегда напоминает о крови Ишуа, пролитой за нас. В субботнее утро или же в некоторых общинах вечером в пятницу проходит служение. Мы идем в синагогу. Надеюсь, что среди дня мы сможем найти время для отдыха. вечером в некоторых общинах или же по домам люди проводят, как мы называем, хавдала. Хавдала означает отделение. И проходит еще одна церемония. Отделение шаббата от остальной части недели. Когда наши дети были маленькими, мы говорили, «Пока, пока, шаббат!» зажигается свеча. Используется вино и коробочка со специями, которую передают друг другу. Мы нюхаем специи. Это служит напоминанием благоухания шаббата. А свеча напоминает о свете Ишуа, о свете Бога. Это завершение шаббата. Давайте продолжим по порядку. 23 глава Левит. Первый праздник, который упоминается после шаббата, это Песох. Песох состоит из трех различных праздников. Песох, праздник опрезнаков и праздник первых плодов, которые отмечают в один и тот же период. Песох – это время чтобы вспомнить революция Исраиля из Египта, история исхода. Большинство из нас знают, что Песох – празднование нашего избавления из Египта, история исхода. При наступлении сумерок 14 дня первого месяца закалывали пасхального пасхального агнца, готовили и ели. И семь дней спустя после этого отмечали праздник опрезнаков. Второй по счету праздник. Затем праздник первых плодов. В день после пасхального шаббата. Например, Песох начинается в четверг вечером. Когда необходимо было заколоть агнца, принести его в жертву. и кушать мясо с горкими травами и опреснаками. Это Песох. И в течение семи дней нельзя было кушать дрожжевых продуктов. Затем, в первый день недели после шаббата, что приходится на воскресенье, праздник первых плодов. В наши дни Песох празднует как один праздник. И Песох изменился много на протяжении многих лет праздник Песох очень сильно изменился. Например, Песох во времена библейского Израиля и Песох во времена Ишуа и современный Песох очень отличаются друг от друга. И, как и многие другие праздники, прибавлялись традиции, которые усиливают чувство праздника. Они развивались как часть устной традиции, о которой мы говорили последние несколько дней. Устный закон должен помочь людям применить письменный закон к праздникам. Во времена древнего Израиля все было очень просто. Пасхальный агнец его нужно было скушать за одну ночь с горькими травами и опресноками и затем еще праздновать семь дней опресноков. Ко времени Ишуа прибавилось больше традиций. Но все так же празднование было в первый вечер Песоха, когда они собирались вместе, приносили в жертву агнеца в храме, приносили домой и ели его мясо всей семьей. Поэтому, когда мы читаем евангельские истории, то увидим, что Ишуа также праздновал Песох. В Евангелиях есть упоминание о праздновании Ишуа два Песоха. Самый известный Седр когда он был со своими учениками за день до его распятия. Вы должны изучить эту историю. Особенно Евангелие от Луки, где говорится о двух чашах с вином. Одна чаша до ужина и вторая после. Во времена Ишуа был обычай кушать ягненка последним по очереди. во время ужина и, конечно, сам ягненок самая важная часть Песоха. Кстати, на иврите слово Песох буквально в смысле означает Агнец. поэтому ягненка нужно было скушать последним. Также мы знаем, что на том Седоре Ишуа установил то, что сейчас известно как Причастие. В Евангелиях сказано что Он взял опреснок мацу и преломил ее и раздал всем и сказал «Это Мое тело за вас ломимое». Вы должны понять смысл поскольку последним нужно было есть Агнца так как это наиболее значительная часть Седора и напоминает о пасхальном Агнце, который был принесен в жертву в Египте и кровь на косяках двери «Защита израильтян от смерти». Это символизирует наиболее значительное действие милости Божьей. А Иешуа делает что-то абсолютно радикальное. Он берет хлеб и говорит «Это Мое тело за вас ломимое». И в этом действии он перевел фокус с ягненка животного на Агнца, который был убит за грехи мира Агнца Божьего. Он сменил фокус с физического избавления из Египта на духовное избавление, когда Он избавил нас из рабства греха и смерти. и затем Он взял чашу и делает что-то радикальное с чашей. И говорит «Это Новый Завет в Моей Крови». Снова он ссылается на ягненка, который был убит в Египте. Его кровь, Кровь Ягненка стала пропуском для Израиля в Завет взаимоотношений с Богом. Любой язычник, который хотел принять участие в Песахе, если он обрезался, также мог кушать пасхального Агнца. это стало входом Израиля в тот Завет. В утверждении Иешуа мы также вспоминаем, когда Он говорит о Новом Завете, что напоминает об обетовании Еремии, Бог заключит Новый Завет с Домом Израиля и Домом Иуды. И Еремия 31. Бог заключит Новый Завет не такой, когда Он вывел их из Египта. Поэтому Иешуа использовал историю исхода в прошлом. И теперь притворил историю духовной свободы в центральную часть Песаха. Он сказал, каждый раз, когда вы будете вкушать от этого хлеба и пить из чаши, то таким образом будете возвещать смерть Господа, доколе Он придет. На основании этого в христианской церкви появилось Причастия. К сожалению, большинство христиан не знают происхождения Причастия. На самом деле это празднование Песаха. Пасхальный ужин в первый вечер Песаха называется Седер. На протяжении многих лет развивалось еще больше традиций и молитв, которые стали частью Седера в наше время. Один из самых наиболее удивительных моментов современного Седера, что важно для нас как верующих евреев, на пасхальном столе обычно находится несколько пластин Обычно три пластины мацы. Вы знаете, что такое маца? Это бездрождевой хлеб. похож на гигантский крекер. Три пластины мацы и другая еда, которая несет в себе разные символы. Горькие травы, обычно мы используем хрен, который напоминает угоречи рабства. И смесь яблок, орехов, которые называются хоросет, чтобы напомнить нам о милости Бога. Также на этой тарелке должна быть кость, кость голени. Кость напоминает о жертвоприношении агнца в храме. Я рассказываю о традиционных блюдах на столе, которые евреи по всему миру готовят к празднику. евреи, не верующие в Ешуа. И во время Седера пьют четыре бокала вина. У каждой чаши вина есть свое значение. Это важно. так как в начале Седера вынимают среднюю мацу. В иудаизме используют различные толкования. Почему используются три листа мацы? Но так и нет хорошего толкования. Почему вынимают среднюю мацу? Для нас, как верующих, мы видим смысл всех трех пластин мацы. Они означают Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Среднюю мацу вынимают. Разламывают наполовину. Одну часть обворачивают в леную ткань. И Отец семейства прячет ее. Затем рассказывают историю праздника. и после ужина дети должны найти этот кусок мацы. Седер нельзя продолжать, пока не найдут эту часть мацы. после того, как дети нашли мацу, отец должен выкупить ее. Ткань разворачивают, преломляют этот кусок мацы. Каждый, сидящий за столом, должен взять кусочек мацы и скушать его. Затем выпивает третью чашу вина. Преломленный кусок мацы называется афикомен. Запишите это название. «Хагадра» Это очень интересное слово, потому что оно греческого происхождения. В ритуале Седера нет других греческих слов. Кстати, мы используем книгу под названием «Хагадра». Слово «Хагадра» означает «рассказать». В ней есть все молитвы и история исхода в одной книге. «Хагадра» Этот кусок мацы под названием афикомен очень важная часть. Раввинами написано очень много об афикомен, но они не знают, откуда это появилось. у нас, верующих, возможно, немного больше понимания. Слово «афикомен» означает «я пришел». Раввины говорят, афикомен это пустыня. И всякий, кто не кушает афикомен, не исполнил митву Песах. Мы верующие, и это должно быть очевидным для нас, что средний кусок мацы — это Божий Сын, который преломлен, обвит белой тканью, погребен или спрятан, найден позже. Это картина искупления. Отец должен выкупить его. Последнее, что вкусят в конце ужина, это афикомен. Очевидно, исходя из наших знаний, традиция вкушения афикомен возникла в среде последователей Ишуа. Когда Ишуа сказал им, есть хлеб всякий раз, когда они будут вспоминать о нем, то каждый год на Песах, после того, как они съедали ягненка, то должны были съесть и этот кусок мацы, чтобы напомнить себе о смерти Ишуа. Вспомните в Иерусалиме, как мы прочли в 21 главе книги Деяний, были десятки тысяч уверовавших евреев, тысячи и тысячи верующих евреев, каждый год на Песах, ели этот кусок мацы, скушав все остальное. В 70-м году нашей эры храм был разрушен, жертвоприношений уже нет. Раввины сказали, мы больше не можем кушать ягненка, потому что храм был разрушен. А уже тысячи к тому времени ели этот кусок мацы в конце пасхального ужина. И очевидно, что эта традиция распространилась среди всей еврейской общины, даже среди тех, кто не верил в Ишуа. понятно это? Все эти годы евреи, отмечавшие Песох, вспоминали смерть Ишуа, даже не подозревая об этом. В конце седера берут третью чашу. Ее название чаша избавления. Снова традиция ученики, принимавшие чашу после ужина, чтобы напомнить себе о смерти Ишуа. Это стало частью традиционного празднования на Песах и до сих дней. Песах, вероятно, один из наиболее значительных праздников, которые мы отмечаем, чтобы указать на жертву Ишуа, потому что мы знаем, что Он Агнец Бога. Он умер на Песах за наши грехи и учредил Новый Завет. Таким образом Он исполнил Песах и дал свободу от рабства греха и смерти. Важно, что праздник первых плодов это первый день недели после Пасхального Шаббата. Что произошло на тот Песах на праздник первых плодов после распятия Ишуа? Он воскрес из мертвых на праздник первых плодов. Равин Шауль в 15-й главе послания Коринфянам написал, что Ишуа первенец из многих братьев, которые спят. И Его воскресение это тень воскресения воскресение, которое будет в конце времен. Когда все умершие с ним воскреснут, как и Он. На праздник первых плодов в храм приносили первый урожай. Потому Его воскресение это тень будущей жатвы душ, которые воскреснут из мертвых. Три праздника Песок, праздник пресноков и праздник первых плодов это весенние праздники. Четвертый весенний праздник Праздник Шавуот, который означает недели. На греческом языке Пятидесятница Пента означает пятьдесят. Шавуот празднует на пятидесятый день после Песоха. На пятидесятый день праздник Шавуот. Существует разногласие Песоха. же следует начать отсчет пятидесяти дней? В современном ортодоксальном иудаизме сегодня отсчет начинается в день после Песоха. Песоха. Поэтому, если Песох начался в четверг, тогда отсчет пятидесяти дней начнется в пятницу. В мессианском мире мы верим, что в день после Шаббата, который совмещается с праздником первых плодов, если отсчет начинается тогда, то через пятьдесят дней будет Шаббат. Традиционно, Шаббат считает днем дарования Торы. Они вышли из Египта на Песох. Пятьдесят дней спустя подошли к Синаю и приняли Тору. Еще одно название для Шавуот — праздник дарования Торы. Мы знаем, что на Шавуот было излияние Духа Божьего. Во второй главе книги Деяний там собрались евреи из различных стран. Они приходили на праздник Песох и оставались в Иерусалиме в течение пятидесяти дней на праздник Шавуот. Им было заповедано идти в Иерусалим на три праздника — Песох, Шавуот, и осенний праздник Суккот. Все они собирались там в ожидании праздника. И Бог использовал то время и излил Свой Дух. Все они исполнились Духом. И с того времени произошло рождение новой Кегилы. Они основали общину верующих. И как мы посмотрим на то время и увидим, насколько важен этот день, когда был излит Дух Святой. И когда мы сравним время дарования Торы и времена дарования Духа Святого, то увидим, что во время дарования Торы 3000 евреев погибло. И при излиянии Духа Святого 3000 человек родились от Духа. Мы нуждаемся и в том и в другом. Нам нужна Тора и нам нужен Дух. на праздновании Шавуота в наши дни обычно читают истории из книги Руфь, потому что события происходят в период жатвы ячменя, весной, на праздник Шавуот дают беднякам что описано в книге Левит 23-22 когда они собирали урожай злаков то не должны были сжать с краев поля и оставлять бедным людям которые бы подбирали остатки если вы помните в книге Руфь во время жатвы Руфь пошла на поля Вооза чтобы собрать остатки урожая по краям поля вот какая прослеживается связь мы также видим связь между Руфью и ее принадлежностью к еврейскому народу как воплощение шавуот потому что нужно испечь два хлеба как часть приношения на шавуот Руфь язычница и наем еврейка остались вместе таким же образом как был дан дух на шавуот новая община это иллюстрация еврея и язычника вместе два хлеба эти два хлеба на дрожжах единственное хлебное приношение в котором есть дрожжи мы видим полную картину потому что дрожжи символизируют грех два человека сходятся вместе в этой новой общине мы приходим к Богу с нашей закваской он очищает и омывает нас амэн это четыре основных весенних праздника исполнившихся во время первого пришествия Ишуа у каждого из них есть исполнение и в будущем раввины видели что в будущем будет Пасха помните что Ишуа сказал сказал я не буду пить из этой чаши пока я буду пить ее вместе с вами в царстве мы видим что в будущем будет Пасха которую мы разделим с мессией излияние духа в будущем Бог и зальет свой дух на все народы давайте перейдем к осенним праздникам осенние праздники должны исполниться в будущем если весенние праздники представляют картину первого пришествия Ишуа то осенние праздники формируют картину второго пришествия Ишуа и поскольку этого еще не произошло некоторые моменты не так ясны легче посмотреть в прошлое узнать что произошло в прошлом и увидеть все параллели как в Ишуа исполнились праздники и конечно мы не знаем всего в отношении будущего осенние праздники начинаются с праздника Рош-Хашана однако Рош-Хашана не библейское название праздника в 24 стихе написано написано в седьмой месяц да будет у вас покой праздник труп священное собрание здесь сказано что это седьмой месяц это немного смущает первый праздник Песох который должен быть в первый месяц в наши дни календарь перевернут еврейский календарь начинается осенью поэтому в наши дни седьмой месяц в действительности первый месяц а первый месяц это седьмой месяц два календаря один сельскохозяйственный библейский календарь а второй как некоторые называют его религиозный календарь поэтому праздник праздник называется Йом Труа поэтому праздник труп Йом Труах на иврите и все что там сказано собрать собрание трубить в трубы и принести жертву больше ничего не сказано это один из примеров когда на протяжении многих лет к нему прибавлялись традиции толкования поэтому в наши дни Роша Шана один из наиболее важных праздников в году почему праздник известен под названием Роша Шана Роша Шана означает начало года или Новый год раввины верят что мир был создан в это время таким образом этот праздник стал во главе года на древнем среднем востоке трубный звук провозглашал о важном событии или же о въезде царя в город из-за этого одна из важнейших тем праздника царства провозглашение царства на иврите Малху Йот царство поэтому многие из молитв на Роша Шана о царе мы знаем кто есть царь в традиционном иудаизме сказали бы что Бог это царь а мы как верующие в Йошуа знаем что Он царь таким образом предоставляется замечательная возможность провозгласить о приближении Его царства в наши дни во время этого праздника шофар или трубу используют на Роша Шана шофар это бараний рог стало традицией трубить в бараний рог это основывается на истории жертвоприношения Исаака Авраамом если вы помните ангел удержал руку Авраама от убийства Исаака и затем они нашли замену помните овен запутался в кустах Бог позаботился обо всем история жертвоприношения Исаака это традиционное чтение Торы на Роша Шана и конечно же когда трубят в шофар в соответствии с еврейской традицией в шофар нужно трубить по крайней мере сто раз каждый из которых имеет разное значение звук шофара не только напоминает о приближении царства но также развилась традиция что это время покаяния трубный звук также должен был возвещать о дне искупления Йом Кипур который наступал через 10 дней после Роша Шана поэтому в традицию вошло при звуке труп на Роша Шана каяться в своих грехах звук шофара должен разбудить наше сердце чтобы мы сокрушались и обратились к Богу развилась традиция были написаны различные книги на небесах книги праведников книги грешников и книги людей занимающих промежуточное состояние в период между праздниками Роша Шана и Йом Кипур и вы будете записаны либо в книге жизни либо в книге суда и если мы достаточно молились и поступали правильно в эти дни тогда мы будем записаны в книге жизни еще на один год а на следующий год мы должны повторить все сначала мы верующие вы поймите и мы знаем что наши грехи прощены все равно хорошо проверить свое сердце в это время и позволить Господу открыть нам любые сферы в нашей жизни в чем необходимо покаяться 10 дней между праздниками Роша Шана и Йом Кипур названы 10 днями покаяния Йомим Но Рим на иврите и Шаббат который также приходится между этими двумя праздниками называется Шаббат Тшува Тшува означает покаяние особенный отрывок который читает в тот день находится в книге пророка Осии где Бог призывает Израиль покаяться Шува Израиль и возвратиться к Господу их Богу Есть еще и другие важные традиции которые ассоциируются с праздником Роша Шана Традиционная кулинария этих праздников Яблоки с медом Потому что мы хотим провести хороший год сладкий год Круглая хала напоминает нам о короне царства Мы верующие при звуке трубы также вспоминаем о том что говорил Равин Шауль в пятой главе первого фессалоникийцам что в конце времен прозвучит громкий звук шафара мертвые в Мессии воскреснут и живые присоединятся к ним Мы знаем что в это время настанет царство Это согласуется с еврейским пониманием о собрании изгнанников в конце времен прозвучит шафар и мы соберемся в земле обетованно Один из значительных толкований Роша Шана в будущем это последнее событие звук шафара и воскресение а также наступление царства Бога в будущем Продолжение следует...